всем доброе утро московское время 937 сегодня 30 или 2020 года у нас четверг начинаем наш утренний обзор как всегда с вами аналитик трейдер кирьянца владимирова клуб трейдер как картель начинаем с фундаментального анализа что хочу сказать хочу сказать что сейчас проходит марафон ссылка на марафон есть после обзора но вчера я должен был выступать в 1615 не получилось как-то подвела связь не знаю если у меня будет возможность и меня включить сегодня выступление то соответственно вы сможете послушать меня прямом эфире также задать вопросы не получится тогда уже до следующих встреч когда будет клуба трейдеров какие-то картель если будет мое мне приглашение что хочу сказать то обязательно буду участвовать что хочу сказать действительно очень сильный марафон в общем так как я имею возможность кто смотрит будет смотреть мой обзор мои соответственно какие-то рекомендации то хочу конечно выразить очень сильный марафон то есть я действительно таких давно не видел марафонов но все четко все понятно все ясно надеюсь вы что-то подчеркнете также после ссылки есть после обзора будет ссылка на мой курс форекс а тогда я приглашаю начинаем работать так начинаем с фундаментального анализа мы смотрим среда что у нас было среду ну конечно запасы нефти упали это конечно немножко то есть ноут буквально уже есть какие-то положительные нотки для нефти нефтепродуктов вот принципе мы уже это видим соответственно решение процентной ставки как и я говорил вчера вышло на том же уровне но что касается годовых данных по понятно ввп упал ожидали минус 4 минус 4 это не очень хорошо для американской валюты и будет какое-то давление этот этот это обязательно будет учитывайте такой момент что касается четверга 30 по азиатской сессии что можно сказать можно сказать принципе промышленное производство азии выше но это минус минусы и минусы вот обратите внимание по австралии есть какие-то там положительные вот 11 кредитования экспортные ну и по японии по строительству тоже все минусы есть какие-то положительные нотки что касается еврозоны что нам интересно первое а свыше минус 5 6 срочные продажи и как раз сегодня действительно день евро это базовый индекс потребительских цен видим что здесь ожидают какое-то снижение это хорошо инфляция снижается но и решение процентной ставки сегодня действительно не то что решение будет принято мы знаем 0 и минус 5 это депозиты ставка я надеюсь да не должна меняться нету никаких то критериев ну что касается валового продукта здесь тоже мы видим минусы и не очень хорошо американской сессии когда как всегда в четверг рынок труда посмотрим что же как повторное число заявок на пособие но мы знаем что очень много безработных уже в сша сейчас идет коронавирус сокращение какие-то идут и вот такая ситуация очень сильно покажет ну так же когда выступает мария выступает прошу извинения крестьян новый председатель и cb здесь тоже есть волатильность но по канаде ввп и принципе день труда кита китая нет вообще на рынке такая вот ситуация что же будет завтра завтра во первых день труда ну видите абсолютно понятно что 1 мая день труда он называется день труда раньше был 1 мая советское время все выходили ну и обращаем внимание что в основном это американская сессия индексы производственные ну таких сильно новостей нет но обращаем внимание платформы вообще закрыты то есть но нефти столько что было принято решение платформы посланцевой нефти закрыть практически закрываются видите какие резкие падения ну такой момент учитывайте так переходим на графики начинаем с индексом что можно сказать по индексу первое время но посмотрим что мы видим мы преобладание продавцов все это видят хорошо покупатели которые что-то пытаются ничего у них не получает есть давление на американский доллар и конечно вот валюты такие базовые мы их потом рассмотрим сп 500 идет вверх ну тут даже вообще мы видим что здесь отличный уровень циркальный все классно появляется новый уровень идет остановка цены такие бары принципе мы видим что здесь хорошая ситуация двигаться дальше при пробитии 2974 это вполне может сегодня произойти закрепление здесь даст хорошую ситуацию для следующих движений то есть мы видим что фондовый рынок оживает индекс тоже самое видим пробой закрепление тоже первые ростки которые вот такие сильные бары конечно такие мощные но тут уже видно тоже уровень пробит касается нефти нефть тоже оживает и у нас появляются покупатели последний продавец который был можно такой средний мы его пробили прекрасно у нас есть определенная зона 2759 мы к ней идем здесь все понятно все ясно я надеюсь все будет понятно очень хорошо все видно ну и конечно легкая нефть тоже пытается подниматься но мы видим тоже подъем перебиваем по продавца идем вверх то есть у нас появляется интерес к покупкам все начинают купать понятно что очень низкие были зоны и были покупки но первая пара евро доллар всеми любимая пара но что на мой взгляд можно сказать можно ли и торговать но она находится в середине интересно честно говоря ну как мы говорили что мы дополнительно еще используем фиба но вот . входа по фиба больше ничего не вижу не не импульсами коррекции неинтересно пара почему наша цель это новость вот принципе если вы стоите в сделке и у вас стоит стоп за сто процентов сделка сделала 34 здесь когда была цена можно было перевести был спокойно сидеть закрыть часть лота вот в этой точке спокойно сидеть пока вот данный момент по фунту что мы видим по фунту мы видим следующую ситуацию мы видим соответственно вот тоже неясно ну что можно сказать ну принципе но ясность есть почему но что это может быть такие небольшие бары которые вот закрытие закрепление в общем если так правильно посмотреть мы видим вот такого был покупатель это была коррекция соответственно дальше была коррекция который не вот этот импульс и такими маленькими парами ну по всей вероятности то мы видим что здесь сильный уровень почему уровень сильным и взяли он зеркальный и соответственно здесь закрепление было вот это была точка входа вот это вот то есть было четкое закрепление дальше было повторное закрепление и вот эта точка входа то есть где мы заходили вот в этой точке мы заходили сейчас цена отлетает делает ложный пробой очень хорошо то есть она показывает что здесь если бы стояли Со стопом вас бы сбило Вот и была задача И снова уходит вверх И наша цель пока Ноль, которую мы брали Но на этой коррекции Вот если здесь действительно Был заход вчера Вчера мы об этом говорили Вы стоите в сделке Что можно? Можно в принципе держать эту сделку С этим стопом Это нормальный хороший стоп Я хочу сказать Ну в принципе даже немножко великоват Но не от стопа Нужно решать То есть сколько стоп Стоп это регулирование лота У вас есть определенный риск менедж То есть вы должны иметь риск какой-то Два не более трех процентов Конечно желательно Один для новичков И соответственно брать один-трем сделку Ну конечно Я много подготовил Подготовил Соответственно Мое выступление На марафоне Что касается Именно торговли На рынке И для новичков То есть очень много Уделил внимания Каким-то аспектам Для новичков Но мне просто не удалось Выступить Не знаю Будет ли у меня такая возможность Вот Но в данный момент Пока вот Таким вот образом Я с вами общаюсь Только пока через запись Так Ну ауди Ну ауди Мы говорили Только покупки И мы об этом говорили Все время говорили Значит только покупки Наша цель Вот об этом я и говорил Я говорил постоянно Отсюда покупка В принципе покупка Вот наша идет То есть мы видим откаты Вот наш код И мы стоим Любые откаты Которые происходят Ну как можно сопровождать сделки Тоже вопрос У меня задает Но в принципе Вот вы ставите Соответственно Ведете свои стопы Вот под эти минимумы Допустим Мы вошли в сделку Вот цена сработала Отлично Цена проходит Какое-то расстояние И соответственно Делает какое-то минимум Вот делает максимум Вы можете переводить стопы Тут уже у вас есть цель Вот какая-то Да Она небольшая Ну допустим Ну таким тоже Можно образом сопровождать Можно спокойно Поставить стоп Перевести в БУ И держать до конца сделку Что мы сейчас видим Цена идет вверх И мы эту цель берем Все По Ауди Мы говорили Постоянно говорили Что здесь четко Движение вверх И наша цель 0.6587 Кто вот Зашел по моему сценарию То есть Ну Во-первых Александр Михайлович И Другие трейдеры Профессиональные Они всегда Делают сценарий То есть Что такое сценарий Это ваша Стратегия На день То есть Вы отбираете Какие-то валютные пары Акции Независимые Вы соответственно Делаете какой-то сценарий Будет то-то То-то Вы соответственно Будете принимать А точки входа Это уже конкретно По торговой системе То есть По правилам Которые вы должны Четко Внимать Еще раз хочу сказать У кого нет Ни сценария Ни соответственно Торговой системы На рынок Очень Это называется Как лотарея То есть Это как казино То есть Пойдет вверх Я пойду вверх Пойдет вниз Нет Такого нельзя Во-первых Есть такое Покупать нужно С более С меньших цен Продавать С более больших То есть Имеется ввиду Когда цена Находится выше Или ниже Но вот В данной ситуации Мы видим Что она идет вверх И соответственно Наша задача Вот просто Зайти в этой точке Обратите внимание На 61.8 Как стояла цена То есть Здесь набор Какой-то был позиции То есть Здесь Какой-то был Хлэт И цена стояла Вот в этом Таком наборе Это очень сильные Сигналы Когда цена Стоит на одном Практически Вот видите Фактически Она бьется Об одном Ценовой уровень А в этом В данном случае Является Фибосетка Стала Ценовым уровнем И вот В принципе Видим Больше То есть Откат Импульс Откат Импульс Откат И мы идем Конечно Самая хорошая ситуация Вот вход Здесь вот Был накопление Соответственно Был выстрел Цена подходила Здесь Зеркально Ну Где-то Вы не вошли Понятно Первый вход Конечно Вот здесь И соответственно Дальше Ваша задача Взять Цель 61,8 Как раз Минус 61,8 Папипа Но Это 65,87 Новозеландская валюта Ну Давайте посмотрим На первый взгляд Что мы видим Прорыв есть Есть И есть Вероятно Что давят Ну Видно Что Действительно Идут Вверх Сырьевые валюты Австралия Новозеландия Вот Первая попытка Закрепления выше Здесь Закрепление И наша цель 0,6258 А что же мы видим Здесь Мы видим Четко Что Мы видим Движение вверх Вот наша была Точка И мы Прорвали уровень И соответственно Здесь Такой же Есть Импульс То есть Вот Коррекция Была Снова Импульс Вот В принципе Ну Такие Вот Коррекции Что хочу Сказать Задают Часто Вопрос А вот Вы Рассматриваете Такие Маленькие Коррекции Ну В моей Стратегии Записано 38,2 Тоже Является Коррекционным Уровнем Но я Обычно Рассматриваю Вот Такие Коррекции Чтобы Цена К примеру То есть Если Вот Такой Маленький Маленькая Коррекция Вот Я обычно Ее Не рассматриваю Ну Почему Здесь Возможно Не Произошло Это Мало Такого Движения Да Действительно Что такое Коррекция Это В общем Действительно Выкупают Всех То есть Показывают Да Коррекцию Некоторые Торгуют И на Коррекцию Соответственно Начинают Все Продавать И начинают Продавать А в то время Скупают Объемы Допустим Представьте Себе Кто-то Вышел С большим Объемом На рынок Не так Как мы Выходим Там С одним Лотом А вышли Там Тысячу Лотов Там Даже Больше То есть Большие Объемы Ему Ему Надо У кого-то Чтобы Купить Надо Кто-то Продал И Соответственно Здесь Получается Ситуация Им Надо Набрать Объем Значит Он Двигает Цену Вверх Тут Стоит Крупный Покупатель А вот Мы его И видим Вот он Стоит И Соответственно Вот Все Продавцов Нет Но Как же Ему Зайти В сделку То есть Мы Видим Такую Ситуацию Что Ему Надо Объемы Как ему Набрать Объемы Вот Первая Попытка Взять Объем И Идти Вверх Вторая Попытка Мы Допустим Считаем Что Вот Наш Уровень 61.8 И Уровень Соответственно Наш Уровень Который Мы Сделали Исторический А где Мы Его Сделали Мы Сделали Его Вот Вот Наш Уровень А почему Сильный Уровень Подробно Все Это Конечно На моем Курсе Форекс От Адая Здесь Вот Видно Сильный Такой Бар То есть Очень Сильный Бар Обратите Внимание С огромнейшим Хвостом Здесь Была Проторговка Четкая То есть Здесь Стояла Цена Ее Держали То есть Цена Резко Подошла И начала Проторговаться Сложным Пробоем Мы Взяли Движение Вниз Ну В данной Ситуации Прорыв И Закрепление Здесь Мне Даст Хороший Сигнал Для того Чтобы Я Шел Вверх И Поэтому Я Принимаю Такое Решение Золото Ну По золоту Мы Говорили Что Золото Удержалось На уровне 1703 Ложных Два Соответственно Здесь Покупки Даже Больше Ничего Не Рассматриваю Здесь Что Видно На Первый Этап Мы Видим Соответственно Здесь Уже Пошли Такие Вот Максимумы Начали Обновляться Здесь Конечно Неактивно То есть Видимо Нету Активности Но Мы Видим Четко Что Здесь Закрепила Цена И Наша Цель Снова Вернуться К уровню 1747 И Почему Первое Фондовый Я Заметил Почему То Не Знаю Фондовый Рынок Когда Идет Вверх Почему Американский Доллар Начинает Слабеть Ну Почему Потому Что Возможно Начинают Все Покупать Акции Уходят С Может Быть И Такой Момент Возможно И Соответственно Золото Является Перетред Валютой Что Это За Валюта Это Валюта Убежищика К ним Относится Соответственно Золото И Относится Доллар Йен Почему То Так Вот Выбрано Не Я Один Многие Говорят О таких Моментах Почему То Таким Образом Инвесторы Перебрасывают Свой Капитал Ну Соответственно Здесь Мы Видим Что Мы Видим Четко Здесь Был Ложный Пробой Здесь Попытка Закрепиться Ну А Что Мне Говорит Попытка Вот Здесь Видно Можно Сказать Что Цена Закрепилась Ну Конечно Вот В данной Ситуации Как бы Видно Что Два Ложных Подсказывают Что Возможно Да Цена Закрепилась И Первые Попытки Можно Делать То Что Мы Увидели Мы Увидели Пробитие Вниз Ложный Пробой Закрепление И Заход То Вчера Можно Было Покупать Золото На Ложных Пробоях Мне Нравится Торговать Ложные Пробои Ну А Почему Ложный Пробой Интересен Потому Что Он Показывает Он Он Выбивает Всех Пассажиров Которые Хотят Покупать Раньше Ну Вот К примеру Кто-то Покупал Здесь Их Выбили То есть Набрали Объемы Вернулись Если Уже Вернулись Вероятность Движения Не могу Сказать Что Вероятность Должна Быть 100 Про Такого Вообще Не Бывает Играли Не Бывает Вообще На Старшем Тайфрейме Это Нам Говорит Направление Долж Швейцарский Франк Ну На Первый Взгляд Что Можно Сказать Да Не Идет Цена Мы Видим Два Ложных Мы Соответственно Видим Что Цена Остановилась В Вот Вот Такой Вот Зоне Ну Да Вот В Такой Вот Зоне То Видно Ну Что То Похожее На Йену Но Вот Сейчас Мы К Йене Подойдем Обратите Внимание Два Ложных Пробоя Здесь Здесь Есть Такая Вероятность Что Цену Если Сегодня Прошивают Пример Если Цена Закрывается Ниже То Вероятность Нам Много Но Многие Начнут Покупать Говорят А почему Вот Здесь Действительно Цена Нет Покупок Здесь Никаких Не Рассматриваем Абсолютно И О чем Это Говорит Да Мы Не Видим Здесь Борьба Идет Почему Потому Что Здесь Покуп Покупатели Продавцы Длинные Хвосты И Соответственно Здесь Не Ясная Ситуация Что Нам Нужно Нам Нужно То Если Здесь Накапливаются Объемы Выстрел Будет Быстрее Всего В эту Сторон Вот Здесь Когда Будет Выстрел Есть Вероятность Что Здесь Мы Можем Уже Заходить В сделку Конечно Многие Можно Заходить Вот На данный Момент Вот Сейчас Продавать И покупать Нет Сейчас Нельзя Это Делать Надо Дождаться Ситуации И Потом Принимать Решение Ну Вот Мы О чем Говорили Вот О такой Ситуации Можно Единственное Что Выйти С коридора А сейчас Мы Видим Флет Сложными Пробоями Вот Наша Точка Входа Нет У этой Точки Входа Что Должно Произойти Должно Обязательно Произойти Выход С коридора И Соответственно Ретест Ретест И мы Уже Идем Низ Ну А стоп Соответственно Ставим Вот Наше Движение Которое Мы Берем А цель А цель 9628 Я надеюсь Все Понятно А вот Что касается Доллара иены Вчера На марафоне Александр Михайлович Разбирал Ну У меня Соответственно Точно Такая же Ситуация Совпала У нас С Александром Михайловичем Многие Трейдеры Которые Торгуют По уровням Которые Проходили Курс По Обучению Торговли От уровней Я тоже Его Изучал Вот Данная Ситуация Что Хочу Сказать Хочу Сказать Во-первых Здесь Зеркальный Уровень Интересный Уровень И в данной Ситуации Мы видим Что цена Очень хорошо Дала нам Зайти В эту цель Обратите Внимание Идеальная Ситуация То есть Цена Провалилась А цена Сделала Два Ложных Пробоя Идеальная Проторговка Куда Ставит Стоп Да вот Он Стоп Вот он Ложный Пробой И соответственно Вот цель Ну Здесь Видно Четко Что 16 48 Мы Забираем Снова Подход Вот тут Я говорил Что Лимитный Ордер Вот данной Ситуации Мы об этом Говорили Лимитный Ордер И снова Заход В эту Сделку То есть Здесь На этой Сделке Можно сделать Два Входа А почему Это произошло Ну да Вот Вполне Видно Что Цена Довольно Долго Стояла В каком То Коридоре И такая Же Ситуация Сейчас По Довару Швейцарскому Франку Вот В данной Ситуации Пробой Четкое Закрепление Единственный Момент Я всегда Жду Вот Вот Этого Закрепления Потом Соответственно Когда я Вижу Ставлю Лимитный Ордер И захожу Мне Ну Некоторые Заходят И таким Вот Образом Цена Уходит Здесь Как Хочу Сказать Да Я могу Пропустить Эту Точку Захода Я не Могу Зайти В эту Точку Ну Вот В эту Точку Которую Я уже Вижу Закрепление Мне Более Понятно И Более Ясно Я Ставлю Вечером Лимитный Ордер И Жду Движение Вниз Ну Вот В данной Ситуации Здесь Тоже Очень Хороший Вход Чем Он Интересен Ну Первое Что мы Видим Что цена Практически Стоит Вот Видно Хорошо Что цену Не пускают То есть Цена Стоит Вот Каким Вот Образом Ну Вот Видно Хорошо Мы Видим Здесь 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 Фактически Цена Стоит На Практически Одной Зоне Бьется И В данной Ситуации Здесь Видно Накопление Правильно Александр Михайлович Сказал Что Действительно Бутылку Трехлитровую Нельзя Четыре литра Залить Понятно Что Будет Очень Интересно В марафоне Вот Такая Информация Я Даже И не Знал Об Такой Информации Ну В принципе Что Тридцать Процентов Вот Если Посчитать Сколько Мы Дней Стояли Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Двенадцать Дней То То Четыре Четыре АТР АТР Ну В принципе Я хочу Сказать Что Есть Средний АТР И Наверное Вот Трмай Вот Этот Индикатор Который Я Показываю В принципе Позволяет Смотреть АТР Вот Видно Что АТР Шестьдесят Шесть За четырнадцать Дней Сорок Семь Прошла Ну Час Если Цена Проходит Допустим Сорок Семь И девятнадцать Остается Нет Смысла Заходить Когда Можно Было Заходить Уже Когда Вчера Цена Заходила На лимитном Ордере Вот Практически Пятьдесят Шесть АТР Это Очень Низкий АТР Хочу Сказать Ну В принципе Пара Торгуется Если Она Показывает Такие Идеальные Точки Входа А можно Сказать Ее Идеальной То есть Мы Видим Идеальную Точку Входа Вот Просто Картинка То есть Это Вообще Идеально И Повтор Снова Цена Не пробивает На лимитном Ордере На Солн Лимите Мы Тоже Заходим Ну Данная Ситуация Я Более Подробно Это Рассмотрел USD Как Одна Из Пар Которая Сейчас Будет Ити Вниз Почему Будет Ити Вниз Потому Что Она Связана С Нефть Если Нефть Начнет Ити Вверх Вот Здесь Четко Ситуация Вот Она И Повторилась То Бар Пошел Вниз Вот Мы Видим Продавцов Какие Здесь Могут Быть Покупатели Обратите На Свет Свечей То Есть Здесь Понятно Что Здесь Уже Давят Кто Продавцы Конечно И Здесь Наша Задача Вот В принципе Если Мы Не Успели Зайти В Эту Сделку Но Я Не Зашел Потому Что Здесь Мне Не Было Понятно Здесь Я Увидел Закрепление Дальше Продвижение Но Что Я Могу Зайти Сейчас Соответственно Когда Цена Улетает Это Не Очень Хорошая Точка Входа Но Учитывая Такой Момент Мы Можем Использовать Импульс Значит Для Этого Мы Снова Строим Фиба Сетку И Здесь Мы Идем Соответственно Начало Импульса Мы Ждем Цену В Зону 61 И Вот Наша Точка Входа И Соответственно 61 Вот Наше Движение Вот Ну Окончательно Это 136 77 То Понятно Что Если Нефть Начнет Вйти Вверх Соответственно Юзды Как Будет Падать Это И Происходит Обратите Внимание То Есть Пара Которая Стоит Канада Укрепляется Ну И Нет Одна из Валютных Пар Которую Я Рассматриваю Что Можно Сказать На Первом Этапе Попытка Есть Тестирование 25 57 Есть Что Мы Видим Появился Покупатель Долго Здесь Цена Летела Видно Хорошо Не Было Здесь Была Борьба За Уровень Сейчас Тоже Идет Борьба За Уровень Можно Леща Что То Делать Ничего Нельзя Делать Мы Не Понимаем Кто Начнет Продавать Цена Соответственно Улетает Но По всей Вероятности На мой Взгляд Первого Числа Мы Увидим Пробой И Начнется Движение Нефти Ну Соответственно Рубль Видите Сразу Мгновенно Рубль Подходит Четко К уровню 72 68 Обратите Внимание Мы Стоим Щетко Вот Ну Просто Просто Идеально То есть 72 68 Просто Бьется Цена Идеально Как Это Посмотреть Ну Я Обычно Включаю Окно Данных И Вот Смотрите Алав Соответственно 72 Здесь Обратите Внимание Мы Практически Стоим Видно Опять Снова Подход И Вероятности Ждут Первого Числа Валимся К 70 60 Вот Новый Уровень 70 65 То есть Мы Вполне Реально Можем На 2 Рубля Упасть То есть Рубль Может Укрепиться Ну Вот Такая Ситуация На Рынке Еще раз Хочу Сказать Всем Спасибо Кто Смотрит Мои Обзоры Также После Обзора Есть Ссылка На Марафон Сегодня Последний Четвертый День Марафона Смотрите Там Очень Много Полезной Информации Всем Спасибо Всем Удачи Удачи Трейдер Всем Пока Но Если Мне Удастся Попасть На Марафон Мы Еще Пообщаемся Всем Спасибо Всем Удачи Пока